уже два года что случилось у вас это у тебя с ним проблемы с тобой я очень много сколько лет ему о чем к врачу не идет ни во что не верит никуда не хочет сам себе замкнутый я тебе дам телефон уролога отведи его пожалуйста ладно он не хочет меня заловка гинеколог она уже и иди туда у меня все нормально просто не хочу отстанет меня голова болит я не хочу и убегает вот уже третье место не живет просто живем другом ремонтирует нашу квартиру и там уже второй год вышел 3 ты только фамилию не говорила на чтобы потом скажешь вырежете мне это наговорила это это знаете прямые эфиры как-то делал и пусть в карантине фигачил к нам это увидел и она мне пишут дали видео чуть чуть больная отсюда лим ты же знала там что ну это публичный эфир там ну и она скидывает фотографии него фингал я начинаю вспоминать что еще за за эфир был она вот так сказала моего мужика хер не стоит она а там свекровка заловка все красно подписаны прикинь и я дует твоим такая же тупая конечно друзья его увидели ему сказали он и в глаз дал подшел того но зачем ты это говоришь но смысле ты ну в комментарии напиши чтобы я прочитал на что бы не осталось там в этом и в общем потом большая проблема еще мама ночью с мамой тесных отношениях там очень где понял это затем бегут альбеков кто-то спрашивает почему игромания я в игромания у людей это там где гиперопекающая мама то есть такая и он не говорит а почему тогда все корейцы играют а я с этой стороны же очень никогда не смотрел а потому что у нас у корейцев все мама гиперопекающие жестко гиперопекающие почти как еврейские мамы ну такие поэтому этот понял у меня два запроса в принципе я успешно все есть своя турфирма я преподаю в одном из чего ты хочешь развестись ничего ну вот пока думаю вы развелись но не поняли еще на хорошо со здоровьем что четыре года назад у меня была операция удаление грыжи и после этого чувствительность органов малого таза не постарается зачем ты грыжу удалил там уже просто было такое что очень я хотела на массаж хотела от этой грыжи избавиться а в итоге сломали спровоцировала не надо резать включу всем пока объяснял пока или это то потому что не все понимаю грыша убирается за две-три сессии у меня и вправлять за пять минут вот их один раз правили эмоции все сгрузили ушли еще раз слетел еще раз пришла эмоции сгрузили вправили ушла и все и нету ее грыжа это чисто и над психоэмоциональное состояние это слишком пролонирует этот массаж спровоцировал такой процесс то что она перекрыла все иннервацию все полностью я понял но это справляется тут тупо просто объясняю тоже не тебе это тупо защемление нерва вот этого да и и он справляется вот так пальцами за одну пять минут это ничего сложного нету я очень много но кому помог оперирована чуть сложнее потому что я не знаю что там у тебя теперь то есть если человек целый то в принципе он справляется 6 секунд если прям совсем он не ходит это где-то недельку надо просто справлять потому что там очень много стресса очень много лет ему надо или положить оставишь подохнул а потом справлять либо там недельку походить каждый день чем будет но отдельно спинами я не занимаюсь потому что они сильно недовольные люди эти то со спиной они они все виноваты у них и мало того они агрессивные они агрессивны на тебя они ну поэтому этот и я не люблю то есть когда когда вот человек находился везде уже вдвое вот сюда на столик если они присоединяются и не сейчас она тебе подсадим там подушки всего на пол прям сбрасываю ничего заходи вот все с оплатами разобрались вот грыжу я объясняю не для того чтобы там и даже просто если вдруг у кого-то будет чтобы вы пришли потому что когда оперируешь вот эти пластины справляют там уже нечего исправлять ну когда уже туда влезли я очень много людей снялся с квоты на операцию на грыжи на понял эти с финансовом патологии застряла сколько последние полгода ты зарабатываешь в месяц у меня получается навести порядок финансов но оборот средний где-то 18-20 миллионов из них я сама толком даже не принимаю прибыль за маржа на 3 а тут и как партнегин разговариваешь его спрашиваешь я не знаю это какой оборот он оборот говорит маржинализ какого год я не знаю ты просто боишься посчитать сколько ты тратишь или что такие люди сами себя поедают и думают сейчас посчитаю с ума сойду и лучше не лучше не надо лучше не надо хорошо вы с чем пришли а у меня тоже неделю деньги деньги хорошо а вы где застряли я наемная работа с чем занимаетесь ну финансы проекты спорта финансируется проект уже а вы в часу партию не хотите у нас и нечастный и не государственный сообщественный фонд вы там не вы сами это специалист не хотите сейчас науки консалтинг я думал но и есть определенный страх а насколько вы хороший специалист вас сколько уже практики там или я вот финансировал азиату лондон сочи нормальный про вы же капец как нужны же предприниматели же очень сильно некомпетентные зайти с этими со всеми спонсорами знаете люди которые другого масштаба да вот и есть там олигархат какой-то там и который они ни за что не платят потому что есть такие люди которые выбивают это фонды они где-то деньги вытаскивают что-то вы же капец как вот так нужны любому предпринимателю вы это жену они ходят он спонсоров еще есть два варианта либо ты смиряешься с тем что и сейчас есть либо ты выходишь в частную практику да потому что там же два варианта либо воровать либо на себя работает мне кажется на себя работать проще чуть чуть сложнее начать но это же можно вот такие огромные проекты из тащили у меня есть дочка она инвалид особенно ребенка из двенадцатого года где-то до 17 но только вида короче и наверно после когда во время к вида когда уже все ничего не работало тогда я начну подумать что-то как она это я по больницам частная практика я вы подумайте тому для вас очень большие горизонты же там вы свои 5 миллионов заработаете мне кажется очень легко вы в зарплате максимум дойдете до миллиона двести ну полтора больше не будет ну и есть больше зарплаты я не знаю просто мне вот вашей вот в карьере вот кого вы видите самый успешный кто в найме сидит сколько зарабатывает ну все же это вот и поэтому вы можете частную практику выйти вы через полгода будете зарабатывать под 5 под 5 миллионов это чуть-чуть другие компетенции правда это немножко предпринимательская деятельность и там за тебя никто не ну как бы мне ответственность не берет тоже правда то есть какие-то вещи придется вам это проходить по-другому и не знаю по-другому надо смириться и редуцировать все свои потребности под 600 тысяч там вместе под миллион вы просто подумайте если у вас в жизни ничего не изменится и пройдет 20 лет вы согласны вот через 20 лет вы согласны на 600 тысяч вот идите туда там много вам придется и в социальной сети может быть выйти до один из инструментов вам придется ходить там уже коммерческие предложения от себя вам придется выступать на форумах да чтобы бизнесменов вам надо вступить во все бизнес-клубы и показать свою пользу предпринимателям они не знают я вам честно я иногда их слушаю дух они вот ну они компетентные там в эмоциях там я хочу в хотелках каких-то да но они в инструментарии сильно бедны начинающие предприниматели до 10 миллионов которые они не сильно понимают где деньги брать они вообще не понимают инструментов многих инструментов они не знаю даже вы чуть-чуть себя тоже расширите немного чего мы сможете полезным быть им вы очень его удивите сколько ваших вас польза вы удивитесь вы просто пока туда не ныряли вы же вот вы же привыкли между там вы же можете там не быть между дому и предпринимателям там же день его и они же платят они только дай денег там забери свои 15 процентов может хватит вы же в этом быстрее разберетесь чем они они очень не разбираются честно я очень странно если честно у меня финансовое образование просто но я без практики да я что-то слышал и мне удивительно что я как будто какие-то вещи знаю больше чем они потому что но это классические инструменты для меня но в финансах а предприниматели они очень многие без финансового образования не знают многих вещей начинающие особенно те кто уже вышел за 100 миллионов те это конечно уже там они уже нанимают финансистов и так вот вы все пришли хочу увеличить свой доход и не по здоровью мне что создавать ремиссии как у меня сейчас отмирание клеток почек 30 процентов почек работы нужно транспортация у тебя обе диализ там как говорят дальше дальше уже пока ремиссия вот жесть вообще это как инфаркт почки это тут это аутоиммунное заболевание там шанс и что они восстановятся и ты что выбрала почему ты деньги купишь на почку ты узнавала сколько стоит операция по замене почки сколько ну сколько 30 тысяч долларов 100 тысяч долларов 45 ты пока работать муж короче зарабатывая себе на почку это мы хотя бы на одну это же страшно очень у нас кого-то есть на и такие операции она может станешь и деньги накопил в очередь стали потом скажешь я ну я могу я могу вас пропустить вы с ним пришли лишний вес вы лишний вес не по адресу но лишний вес смотрите то что я накопал про лишние весом во первых на сколько лет 47 где-то примерно 38 лет начинается с замедлением метаболизма да это то я не знаю что там в учебниках медицины написано но то что я почувствовал на себе примерно 38 лет все остановилось то есть то что ты мог похудеть там в 35 там за два месяца минус 20 килограмм после 40 ты за пять лет не похудеешь на 5 килограмм очень сложно оказывается потому что инсулинной резисценции я какая-то фигня есть и выписываю глюкофаль чтоб не было ожирение печени там это далее ты бегаешь тебе плохо ты не бегаешь тебе еще хуже поел тебе плохо не поел тебе опять плохо короче в этот финансы рекомендую дыхание хоффа и научитесь концентрируйтесь дышать на уровень и живота животом деформальное дыхание она растряхивает весь ливер и у тебя в общем идет желчный ток и в общем метаболизм быстро быстро восстанавливается на задержке дыхания дыхание хоффа себе запиши подыши немножко болевать будешь очень страшно это не дышать вы думаете добровольно под воду лезу никто добровольно под воду не лезет то есть не сказали что это поможет и там это дыхание хоффа там диафрагмальное дыхание оказывается чтобы задержать воздух ну смысле и нырнуть и не всплыть нужно вдыхать в живот а не в грудь если ты в грудь и нырнешь ты но смысле ты не нырнешь вакуум вот эта вся тема короче ну вакуум видишь немножко сложновато дыхание сидерского я вам потом скину тоже это дыхание сидерского тоже делается низом живота на улик то знает это короче учатся там по полгода на дыхание сидерского научиться за две минуты я просто офигел у меня получилось на улик прикиньте с первого раза клянусь бог обучение херня очень глядите в эти инстаграмные учители этих но в пистую короче дыхание короче вот это на улик ты делаешь обычный вакуум на голодный желудок только чтобы не блины не обливались встаешь вот так и просто задерживая дыхание и у тебя начинаются диафрагмальные спазмы это есть на улик просто не надо выдыхать оказывается тут вакуум сделал это фильм потом все и задержала дыхание она прилипла не ты задержишь дыхание в какой-то моменте кислорода не хватает и начинается вот это на улик сама там задержки дыхание максимум 30 секунд и у тебя вот это на улик когда ты на улик научился делать уже можешь дышать она сама фигачить элемент я не люблю когда долго учат но смысле когда долго учат значит врут мне кажется но смысле она должна получаться вот если ты 10 человек обучаешь у девяти должно получиться если из десяти не получит получается у одного значит нового ты плохо учитель все пошла практически все сферы моя жизнь начинается здоровье на очень я просыпаюсь и жду когда наступит ночь сколько лет а ты прям цигундер сейчас все начинается закончится 45 еще что с родителями родители и дед бабушка все живы-здоровы кто болеет кто болеет еще сейчас все здоровы нормально почему копчик спрашивал копчик когда болит это что-то родовое и бывает что кто-то и вот ну как был этот болеет из-за этого болит копчик это одно не умрешь здесь сразу не так рано я с этого состояния выхожу только сейчас это мне сейчас 46 45 баба ягодка 5 это правда я начал просыпаться 45 я сейчас кто за мной следит заметили я активность повысил да пошли энергия есть вот в к вид меня накрыла чтобы и делал мне я чтоб вы меня поняли я научился глотать по 18 таблеток бадов я думал оттуда энергию возьму я купил велосипед и ездил на велосипеде я бегал пока сустава себе не ушатал ведь что только не делал чтобы себя вытащить не вытаскивалась я гормоналку прошел даже газеты прошел нихера не помогло и только вот в какой-то мне 45 40 я очень сочувствую кому 38 42 я вам очень сочувствую 45 это закончится докуда где застряла на себя работаешь или на кого-то нет я работаю в организации с компанией направляющих на жести и получается я хотела запустила волью нет я хочу сама идти хочу работу и мне кажется мне как будто казалось что абсолютно меня тоже давайте откровенно теперь то на зарплате сидит то зарабатывать на зарплате 800 600 миллион там полтора если честно если вы хоть вот но если вас сейчас все устраивает не дергайтесь почему потому что второй раз зарплату вот там поменять с 800 и потом на миллион есть смысл этого риска потом там оставят тебя не оставят тоже на такое там есть только смысл если тебе уже миллион платят и ты не можешь ну тебя не устраивает только в найм ну только на себя в других сферах денег там нету либо в ворай воровать воровать не дают насколько я понял да все цифровали до безобразия сейчас шаг в сторону сделаешь ты сразу за яйца возьму полковники приходит и сейчас трясет вот эти вот боятся все полковники стали там с фитбола приходить бояться что посадят их чиновники приходят трясутся все не то чтобы они не воров не воруют воруют а боятся да они же которые как бы там шанса нету мне кажется почему сеть несколько аптек с одной начала и сразу 10 закрыл а зачем закрыл это кормушку прикрыли вот так я скажу 800 сейчас казахстане это это очень комфортное такое вот но лежание и особенно если на одного человека то эти дети есть муж может мы можем вдвоем пока валяться пока университета ничего нету я начала летом смотреть сейчас на школу я хочу отдать хорошую частную школу по деньгам не выходит я если честно я не знаю ну ладно а я буду заниматься чем-то сколько знакомых все хочется и хочется родным помочь и себе помочь поменится это сын там того то это с того то другое там уже репетиторство намного как бы этот выгоднее мне кажется эффективнее более ты будешь на ее школу работает там халибери отдашь и там без штанов останется сейчас разберемся это очень круто что ты в 22 года об этом задумываешься но в 20 какой я тупой был в 20 если ты знала у тебя достойные вопросы хорошо сейчас мы тут это тоже набьем я не знаю 20 лет что потому что в 20 лет где-то примерно до 28 до 29 надо либо да это установили личности и очень много профицит энергии и просто ее надо куда-то направить можно выбрать одно какое-то направление весь фокус направить туда и тогда ты очень быстро добьешься успеха то есть деньги придут раньше я свой фокус направил после 33 лет поэтому деньги пришли поздно то есть мне деньги пришли тогда когда уже у всех был где и а я вот период до 33 лет ну прям жопу не было до 35 это молодец просто начиная ну выбери направление туда оттопи дальше сейчас дальше тебя у тебя детей скажи сначала очень много как будто у тебя от 4 раза что среди месяц у тебя какая роль это самая старшая типа всех спасаешь или что спасатели и получается с 8 лет они нас так пинали меня пинали мама злится вспоминает отца отправляет к нему он злится видит ее во мне отправляет к ней в общем вот так вот что-то робот и сейчас в итоге вот по совершеннолетию я вышла замуж отец сам по себе до сих пор у него такой шикарный коттедж в общем ни с кем не общается внуки не нужны какие дети мама сейчас на мне ты еслиешь я не потому что пацаны у них каждого своя семья а у тебя нету на левом пастыне в общем жены и дети они живут сами по себе в общем она на мне это ладно работа я руководитель то есть более 15 лет я работаю сфере обслуживания в отеле разные подразделения в общем у меня был ресепшен одно из подразделений слушаю я ухожу в отпуск в собственно ухожу с младшим ребенком на больничный по выходу меня просят пока не выходить подождать меняется руководство директор хорошо я соглашаюсь сезон закончился и я даже не в курсе была что директор поменялся в общем выходит мои девочки там намутили замутили пока мое отсутствие там и хаускипинг и другие подразделения в общем все собрали решили дружно повесить на меня так как я руководитель долгий миллион в общем там и вот недавно я хотела устроиться очень крутой отель там все вскрыло да нет даже если вскрыло моей вины то есть с моей стороны мы все доказали что даже когда вот отель проводил аудит за моей спиной я даже сама не знала только они меня не уведомляли допустим что там мой кабинет там все мои документы там что-то я могу предоставить ответ на их вопросы все окей хорошо что в основном документы я носила с собой у меня все лежало в дом все записи у меня крючка все записывается чтобы информация не обеточилась у меня был крючок вот и такой крутой отель и там всплывает что они оказывается меня уволили по статье по отрицательным мотивам указали это в трудовой базе на инбеке и все извините села надо решить вопрос пока не сможем с вами сотрудничать вот я месяц опять и все поднимаю опять суда продавая инспекция сейчас жду от них ответа потом уже крайне то есть моя репутация вот так вот как у подхоз столько лет в общем ничего это международных это сеть это или и ты где тебя это угол или это только на на стану запись это нет это запись только на стане работать или по всему миру ладно ну судить пока машу вещь куда-нибудь что вот и не жду кучу отели много дубаевым под боком вторая родина тем более очень сильно найдешь ничем можете визу поджарить под задницу что-то куда-то другом ушло не знаю вот я теперь сейчас без работы у меня квартира здесь на его берегу который там аренда тоже муж у меня вообще сам по себе не поражает ничего то есть кормилицы нет я все на мне даже то что муж зарабатывает мой это идет машину и не так могут его достучать и не застучишься и вот я просто каждый раз я хочу такой ступор не узнаю что мы с ним взял с кем с мужем я понимаю что я заработаю больше вот что и в общем я вообще от женщины если шок у меня всегда как все поменялось женщины стали зарабатывать когда успеваете четверо детей это все куда у меня дети здесь учатся в гимназии что он на диване лежит да а я тащу все потому что он только хвастается детьми и все вот у меня дети прекрасны а кто их таскает а кто их ввозит а кто их учит а кто их одевает это я а еще мама со мной у которой все деньги приходят в сетевой твоя мама моя мама на мой день рождения она заполкала 400 тысяч куда-то неизвестно куда а я их держала на оформление квартир который я бьюсь я одна бьюсь за эту квартиру чтобы они мои трое детей и мать жили в комфорте комфорте у меня дети в хорошей школе учатся я не знаю как я это все выгребаю честно у меня зарплата по 700 тысяч я честно не понимаю откуда у меня все берется у меня тоже такая проблема у меня проблема это маму почему она не цель не будет зачем ты ты хочешь купить ее любовь или что нет я просто зачем ты даешь деньги ну потому что она не здесь не помогает но это все хорошая история но она не помогает с детьми очень я работаю детям можно сказать на ней но дети у меня уже как бы 12 10 7 в принципе взрослые с вами есть но у меня вот такое вот это это мама это я никогда себя не выбираю я выбираю дети мать я заметил у меня спина вообще это все у меня она болит у меня страшно у юры сейчас будешь кажется деньги нет на себя день есть ужасно хорошо как это как это как задором как это ужасно все посмотрим энергии нету как давно уже теперь ты не применим сильно не в ресурсе кому-то 5 лет 7 лет 5 3 10 что случилось что с ним было замуж вышла зачем вы хотите замуж потом не знаете что с этим делать а внучка причем вот твоя мама рядом сидит внуков замуж выйдет не может причем то есть внуки и ты хорошо вы чем чем ближе ко мне расскажем про тебя сюда подытожим это тема на сегодня самое главное кто папа играет выигрывает квартиры а если я сама лично у меня тяжесть в плечах голова каждый болит у меня устаю я не успеваю отдыхать что-ли не знаю на утром присыпаюсь и умею расставать не хочу хорошо и плюс еще я не знаю по женству или нет не могу сперединиться я первого ребенка семье и каждого не получилось у меня дочка есть а второй раз уже опять не могу и сколько лет сейчас 36 не поздновато еще нормально а до этого чуть делала они получалось много чего делали апеллировали были всякие диагнозы мне говорили с таким беременным таким получается не знаю как у меня получилось эко даже не получилось два раза я потом сама просто ну в потолок смотрела ноги закидывала да все психологом мастерки и всякие гриппозы ну короче все кажется прошлом всех всякие энше бабушки есть как убили да гинс все кровью мазать сейчас глянем тогда только это значит и серьги с ним в сумку бери пожалуйста а то это тоже но у кого висючки такие большие лучше снимите а то оторву уши еще меня это ненормальный маленький ничего гвоздики нормально не метод давай я пришла с большой потому что ну не 55 и вот две недели как я вас увидела в интернете и что-то у меня появилось желание ну как-то начать еще раз что ли попробовать теперь девчонкам скажу девчонки уходите у меня был брак 25 лет который лежал на диване не работал я его тащила и в конце концов он ушел к молодой вы ничего не дождетесь неблагодарность и это ничем не заканчивается 25 лет был брак потом 8 лет было отношение с узависимым ну вот сейчас я как бы в свободном плавании плюс на фоне вот всех этих личных дел меня еще 20 лет назад произошел разрыв скажем как бизнес-партнеров единственная хочу уточнить на периферии ценники немножко другие у нас нет таких ценников девчонки я прям вам это ну не то что завидую зарплаты это про деньги зарплатные и вот знаете еще этот человек в то время начинал заниматься деиром занимается по сию пору разошлись мы очень плохо я осталась без ничего в конечном итоге мне пришлось продать единственную квартиру потому что у меня ребенок на тот момент в институте не надо было поступать в общем ну у меня был кредит 15 миллионов слава богу сейчас я его закрыла ну жилье у меня есть но вот все то что я смогла собрать по крохам небольшой бизнес который приносит небольшие доходы это сколько это ну около 200 не больше месяц но в принципе меня это устраивает я одна дочь у меня самостоятельно и живут они очень хорошо вот сюда отправилась проспонсировала она меня вот но я вам говорю после того как я вас увидела и послушала и вот так меня это все подняло с места потому что я уже сидела ну чё работа у меня есть квартира у меня есть доходы меня в принципе устраивают дети меня радуют единственное у нас зять и с чем пришла я пришла ну вот с желанием второго шанса спросить возможно ли это в этом возрасте 55 я тебе вот расскажу ты еще ходить будешь лет 20 точно там тебе не нужны помощники ну сама вообще ходить я так понимаю что 55 когда ты хочешь уже хорошо это еще лет 20 если до 75 буш сама ходить то есть активно когда ты можешь передвигаться самостоятельно без помощи сейчас подожди 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 мне не сейчас мне не остановись и я сейчас объясню то есть сейчас у тебя возраст когда ты можешь обратить внимание на себя и тебе никто не беспокоит не муж и дети внуков можешь послать это ящине твоя ответственность кайф это вторая молодость чтобы не начать у тебя этих про то что еще как минимум 20 лет из активной жизни и ты же вот прям типаж гуа вот этих клинусь и уйти туда на три месяца там вот декабрь и январь февраль марку сон начнутся вернешься и так каждый год кайфу чуть тебе надо отношений тут этом попить мужиков будет в неделю не завязывай да да сколько разам уже было скажи 55 где ты на это потратил еще одного забить идешь и все сейчас помолоть воронку продаж настроек лиды собери я даю индульгенцию на блядство поэтому научись учить тренажеров там много получись там очень дешево я тебе поэтому говорю если ты зарабатывала сейчас там 5 миллион в месяц я сказал езжай на там в дубай ведь его езжай на гуа там потренируйся деньги короче там будут отношения там знаешь ты в состоянии фри постоянно съезде это место где деньги не важны у тебя есть 300 долларов в месяц хватает вот там природа там люди добрые есть не надо не хочется жарко море теплое что тебе надо еще я тебе твой возраст прямо вот туда сейчас рассмотри что-то у себя вкусно на и увидишь снег 9 месяцев году ой погрей кости ногу а ладно вот одну зиму потрать на это ничего посмотрим как запоешь потом просто смотри ты всю жизнь в напряжении жива там три месяца в кафе поживи просто почувствуй что это такое ты вернется здоровье молодость радость все вернется солнце будешь провожать каждый день на берегу кайф вообще у меня на youtube канале до сих пор вот это видео где сажают солнце там были на они сажают солнце в общем вот каждый день там ритуал а собирается барабанщики там какие-то там диджериду чеки там еще когда фигня да и все сидят на что-то долго да и где-то за час или за 20 собираются и начинается вот это вот вакханалия и солнце уже села всем плевать уже на солнце на все долг короче это вот где-то часов 5 дискотека потом разворачиваются и встречают да 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 понять то есть ты можешь ну кайфовать просто кайф вот этот дубайский он в 55 не всем займут короче будет такое себе а гуашный кайф вот 55 60 лет кайф просто кайф ты же вещь ты же еще активно это сама что-то ходишь и ищешь что-то есть божьи одуванчики там никуда не выезжали отправишь и там непонятно когда они вернутся не потеряются ты же можешь есть туда я прям рекомендую честно вот этот год три месяца себе забей декабрь и 2 февраля ты афи это будет самые счастливые дни твоей жизни подумай не думай ты пришла здоровье что создать него это ерунда а этот муж муж умер давно а где другой кисут ли сейчас очень красивая женщина такая кучу никого не очень странная не за что с ними делаешь они меня боятся может быть правда да ну ты не бей хорошо мы его мораль сильно ломать не буду сразу ну ладно у нас и почитай а я вот просто одну замучаюсь вам это все пересказывать алиса лесли просто почитай научись управлять мужиком вы смотрите как у встретить вы как у меня нет сейчас я вам каждый раз я это популярность им объясняет изображение пидораса и каждый первый по львамску 1000 патентов туда еще вычеркнет и осталось два человека на весь город и получается женатые да смотрите женщины девочки вы все думаете что вы выбираете нам уже мужчину типа женщина выбирает это настолько миф потому что ты выбираешь из того что тебя выбрала ваша ворота ваши виды это то кто на тебя клюнул до клюют дебилы почему потому что на ты на свою травмированную как был психику притянешь травмированного мужика ты на свое счастье притянешь чтобы уверенного мужчину да то есть потому что мужчина когда выбирает он тоже думать потяну не потяну дебилы они не понимают они не смотрят потяну не потяну они просто подкатывают и все и поэтому а он не потянет ему пофиг он тянет тянет трахнет просто хочет и уйдет потом какая еще любовь то те сколько лет сейчас сколько лет те сколько лет идите вы со своей любовью но она есть да но вы же ну смотрите вам же сейчас сейчас вам не 19 лет чтобы на гормональной эйфории чего-то там делать да то есть нужно сначала создать какие-то преграды да то есть и патенты не нужны пидорасы не нужны или нужны а если влюбишься в пидорасы что делать любовь же а если еще и денег у него нету надо вам такой мужик не надо да кончилась любовь такие розовые очки такой ну и нахуй кончилась да то есть теперь смотрите а что делать что вот смотрите с возрастом это воронка продажного еды они сокращаются да то есть уже там не такая ты может быть привлекательная и может быть не как бы ровесики все уже женатые там побитые думают нахрен надо связываться выходите на охоту сами вы выбираете из того что на тебя клюет это вот десять человек открываешь журнал force или берешь там вот то что у тебя там в твоем этом жека или и за это где-то там в твоем офисе выбираешь 10 богатых мужиков берешь их в разработку всех и потихоньку планомерно его хантишь но не все короче найди просто холостого который два раза разведенный нет и не ищешь ты же смотрите мужики когда ищут потрахаться знаете они прям ищут они идут на улицу на дискотеку в ресторан знаете как женщины ищут 13 лет как бы он нападет вот сейчас упадет орелик я по ним смотрите еще раз смотри я потрахаться не ищу говорят женщины которые остались в парадигме 19 лет сейчас подожди ты сейчас слушай меня пожалуйста это она может так говорить 20 лет смотри пирамида масло помните например вот 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 здесь в 19 лет чтобы дойти до секса это самая вершина доверия в 19 то есть сначала вы входите в отношения на встречаетесь там что тут потом вы начинаете доверять ты смотришь что может мальчик не тот и чуть потом только секс вот примерно такая схема до после где-то 30 лет все ломается до все становится абсолютно доступной фигней и которые не сильно ценится почему девочки говорят что нет в тиндере особенно да когда третье предложение ко мне поедем или к тебе ты чё а позаигрывать да ты меня знать не знаешь давай может сначала встретимся там да то есть секс становится сильно доступна выводу с любым мальчиком мужчина поговорить то более-менее как бы нормально секс в после 25 лет вот так во всяком случае в казахстане в астане в алматы сначала вы вступаете в какие-то взаимоотношения потом только там что-то там отношения после секса и потом только доверие доверие становится квитэссенцией вот вообще вот этого всего ты путь вот этого трахания не можешь обойти пока ты дойдешь чтобы первый не допускаешь допускаешь миома путя не вылезла если кто допускала дорогая первую ступень 1 2 раза потом хочется же и поговорить с человеком надо поговорить-то не о чем хорошо еще раз смотрите это мы это можно было не приходить на все расскажу если и охота на самца и манты че даотские практики любви это для поднятия либидо и манты че есть для мужчин тоже тоже можете посмотреть потому что это на даотские практики любви это это просто у кого как у кого-то нету этот в голове мужчин холостых потому что если будут холостой надо будет выходить замуж а замуж я не хочу и боюсь поэтому все холостые все женаты а кто а кто холостой тот друг а друзьям не дают у него во френд-зоне там умерла тысячу человек очень это большой ресурсный толк это очень большой конкурентное преимущество ты зря 80 процентов это твой мир это твой это твой мир это сама подкатывай выбери того кто тебе нужен и напади то есть ты можешь смотрите мы же очень глупо вступать в отношении когда тебе там 40 плюс с кем попало да ну как бы ты же хочешь чтобы он был успешный когда там квартира машина чтобы хотя бы не дурак был до вывели таких 15-10 человек потом немножко их с ними познакомься где-то случайно чтобы он так думал что случайно то есть это короче где он ходит туда приходишь ты наху ты можешь в разработку берешь и прям месяц-два его потихоньку катаешь в твоем случае мне кажется я позже давно это раскатал кого-нибудь развиваться за два года и вы его потихоньку потихоньку хотите ничего такого нету и в этом же азарт а вот это что такое только он только все средства опять долбою попался ну что то выберись сама это как в магазине за что вот сидишь вот так села и те кто-то пройдет не надо в корзину тут отчета бросил вот это ваша охота но ты можешь зайти в супермаркет выбрать дорогое вино там этот а те кто-то проходил пиво кинул дешевое и ты такая что то да научись выбирать то есть пойми сформируйте портрет этого мужика сейчас банальные вещи буду говорить но описание мужика который тебе нужен он она надо нет нет смотрите я ведь ты твой сейчас твой мозг видит только то что ты знаешь то есть если ты чего-то не понимаешь и не так мозг твой не считывает это вот в психологии первое упражнение в каждом вузе преподают когда этот корабли приплыли к америке и они смотрели на море их стояли корабли никто их не видел все думали увидели рябь и шаман только сука на куриный сказал там корабли и после этого только все увидели что там корабли то есть мозг он видит только тот что ты знаешь если у тебя нету визу ну как бы четкого портрета с визуализацией ты просто мужики вот так будут ходить и ты не будешь видеть вот в этом магия поэтому рекомендую у кого нету видения во первых написать там рост вес там национальность там где там глаза все писаешь натурал блять с этого начните сейчас и записывайте своего мужика этого ну а пиши в общем больше предлагательно потом берете 20 воздушных шаров идете на улицу дарите 20 мужикам которые вам нравятся это сформирует в голове образ и когда следующий раз тебе будут подходить и знакомиться именно этот типаж ты скажешь да они автоматически пошел нахуй я не знакомлюсь незнакомыми мужиками в этом же столько власти правда такая не я не знакомлюсь пойдет и не пойдет такая потом оглядывается то есть поняла то есть очень важно сформировать образ и научиться хантить самостоятельно нужно выбирать из короче вот так нужно выбирать из всего супермаркета они из того что теперь тележку накидали посторонние люди и тогда попадутся тот ты хотела вина выпила вина не пиво с хорошее сравнение мужчина пиво и вино я планировал со здоровьем но что-то с утра у меня перестала что-то болит уже вылечилась но у меня постоянно болит спина плечо правда но сейчас уже легче конечно но все равно беспокоит понятно что я тащу много что но все равно ты замужем нет я не замуж была замужем самая прикол то что у меня нет желанием нормально секса есть секс есть но и час . . . тире . тире о сегодня запросы да у всех примерно а вообще не собиралась я работу но за раз так пошло вот смотрите а из-за этого тебе стул не понравился да прочухала но я работаю мне не совсем понятно хочу ли я постоянно быть в консультации с людьми потому что там специфика свои счастливые люди не приходят но ты говно черпаешь этот экскаватором да поэтому но я работаю в нами в другой компании и основной доход у меня оттуда потому что я вот психолог расстановщик я не разрешаю себе сама не разрешаю себе уйти почему ты же не зарабатываешь что вода не в нами на лучше больше не он жалко бросать сразу так да ну как то так поэтому нажили были мне как бы хватает но я понимаю что вот задаю себе вопрос как долго я хочу это пресловутая зона комфорта она не дает покоя очень комфортно я прямо за собой отслеживаю ну вот думаю может быть сейчас вот компания у нас подобралась все хотят выйти может быть и я в этот момент тоже на волне соскочу да у тебя инстаграм сколько подписчиков сейчас зря и я не выставляю я это был рекомендовал бы прям взять этот миллион и вложить в инстаграм у меня пока сарафан и и ты вышел этот кулак ты пока короче добьешься 200 лет пройдет и не надо это сарафан я тебе сейчас скажу ты выше 500 тысяч не поднимешься на консультациях потому что чтобы расценик нужна популярность понимаешь ты то есть если ты хочешь зарабатывать выйти с найма и миллион примерно и может чуть меньше выходи и не нужен тебе сарафан ты на вот этих там потом уже непонятно клиент или подруга херен за это уже на свадьбе уже танцуешь да что за херня будет понимаешь вот что будет твой уклад твой услышала меня ну потому что почти все друзья потом и они уже внуков уже приводят потом на расстановке да надо проходили это очень низкий цель ну в смысле это ценник даст вот ты будешь бояться их потерять потом будет страшно поднять цену что поднять постоянно не отвалили учитывая то что я найме основной заработок у меня тебе много денег не надо да да просто я тебе прям говорю что смотрю я сама с собой играет я понимаю что это это такой рис без риска да хорошо а сколько бы денег хотела я думаю что где-то на первом этапе на первом этапе где-то три с половиной для начала инстаграм завели не будет у тебя три с половиной начало чтобы три с половиной прям стартануть где ценник должен быть минимум 100 тысяч за сессию но не 50 хотя бы и ты должна упахиваться сука да усерва просто я просто проходил я знаю что это будет три с половиной на личных консультациях да я знаю это если цели 50 ты умираешь короче выглядеть это как я вот а смотрите у меня когда был сильно низкий ценник ну такой вот прям я принимал максимально 16 человек в день индивидуальных сессий я просто круче вот так я засыпал в час ночи вот и половина уходу последний уходил я открыл садился вот так брал пиво открывал и засыпал его не пить я даже глоток не делал и вот дын дын в 7 утра и вот так вот этот день сурка я боялся поднять ценник почему потому что не было инстаграма нормального непонятно потом откуда новых искать и хотя бы столько идут я вот принимал сегодня есть социальные сети пожалуйста пользуйтесь потому что но это нереально сейчас я вообще ну то есть сегодня вы наверное находитесь не то чтобы на прям на последнем таком мастер-классе но но и они до нового года больше не выпаду скорее всего в таком формате не будут и может раньше потому что есть предел психо психического здоровья моего в какой-то момент и вот вот так работает что веришь на я боюсь за ты выгораешь и потом ты начинаешь ценить свое здоровье там этот начинаешь задирать в общем сейчас перестрою все прошу то что я сейчас делаю меня не сильно устраивает для меня как бы это но сильная нагрузка такие группы я могу собирать как каждый но в любом случае этот то есть там есть инструмент в первое время надо попыхать а потом ты можешь выйти и будет консультации мало комфортно и нормально есть прям технологии это не сильно сложно оказывается доходит долго я уже давно мог сделать просто тупой а потом коробочка открывается потихоньку рассказано я не знаю чего хочу ты замужем не доказала ему до что мудак теперь я не знаю как же чего я хочу не скажи ты со своей агрессии что делаешь да что вы пиво или что вы пьёшь каждый день что-либо это не бывает что эмоции никуда не уходили у тебя агрессии прям мере она просто орать короче сейчас когда на практику пойдем прям сильно ключи немножко про деньги расскажу раз это всех интересует и потом вот эти отношения с мамой там еще что-то это вот материнская любовь некрасова все прочтению у кого-то с мамой что-то не так у кого с мужем кто попался на иркешку которые не работает да младшие у вас же у всех почти мужья семья единственный это совсем жопа это наш да за единственного не надо вот этом старше младше это очень сильно образно это тогда младше у него там сестры или ничего братья есть братишка убежал а то совсем жопа да в общем смотрите там где есть материнское подавление гиперконтроль всегда есть незрелый мужчина в виде сына если вы уходите замуж за такого там реально шансов практически нет он всегда будут слушать маму то есть сколько бы вы его там не поднимали с дивана и вот это женское эго которая говорит что вот он главный ты же хотела у тебя не хочет твои мысли прям прочитаю ты перед тем как выйти замуж ты же это всю херню видела да что ты сказала себе я его исправлю мужики не меняются мужчины не меняется вы это вот это же сразу берите готовый продукт если хочешь макароны возьми макароны сам не надо покупать тесто блять но если муку уходить что-то там хуйня получится вот это тебе прям сразу готового бери ладно не надо никого переделать потому что мужчина не при не поменяется он не изменит вы своего отношения к тебе он если он ленивым не станет там каким-то трудолюбивым то есть это не лечится это ревность я видел одного человека у которого у которого это прошло но это все равно один хрен все плохо заканчивается потому что он свою ревность будет подавлять и это его будет сжирать изнутри человек будет пить потом дура смотрите ревность да никто никому не принадлежит и как ты уже взрослая и это должна понимать то есть сегодня мне кажется в двадцать первом веке когда были вот это вот после всего этого абьюзовского кино этого да я понял что ну можно родить и разойтись потому что ты плохой ему но как бы отец но смысле вот и никто никому не принадлежит и это нормально любой смотрите любой человек должен себе внутри сказать что я готов начать все сначала в любой момент даже когда тебе 55 даже когда тебе 70 нужно быть готовым начать заново я очень скажу на эти и вот с этими ныряниями на там есть такая тренировка называется гипер гипертоксии гипертоксия не гипер короче есть тренировка да и там вот задержка дыхания ты должен там нырнуть там 40 секунд потом нырнуть там 50 секунд и там 50 60 короче по 5 секунд добавляешь 35 40 45 вот так и каждый раз ныряешь дольше 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 и бывает момент когда ты за раз 50 секунд и не может пробить вот 55 опять нырежь опять 50 секунд я тренеру потом я уже три раза нырнул я не могу выйти за предел 50 знаете что сказал начнет заново в смысле заново начни с 35 секунд я опять 35 40 45 50 55 60 ушел то есть всегда нужно можно начинать заново ничего в этом страшного нет поэтому любой возраст с любого момента сначала то что касаемо денег есть разные этапы в общем этого пробить этого потолка сейчас я нахожусь на этапе где меня вот недавно предприниматели качнули на разу слегка по пьяни разобрали они меня сказали что я вообще было очень мало зарабатываю что я могу зарабатывать там 10 раз больше и там объективно цифры они вытащили того у тебя там то вот это и провалилась не я лежал здесь этот потом спал когда меня морозило прям я укрылся под идеалами вот трясло прям всю ночь что за и вот это все в общем тело еще должен принять цифры которые тебе дает мозг тело перестраивается потом перестарается сознание притягиваться новые люди новые возможности и после вот этого разбора через день ко мне приходит финансистка очень крутой который разбирается в инвестициях она мне еще мозг поломала то есть но она пришла ко мне на сессию мне мозг сломал и ушла короче вот то есть каждый этап за новые зарабатывания денег нужно менять мышление это не так как знаете там инфоцигнация там давай там еще то есть это прям нужно готовиться нужно готовить психику мозг нужно готовить инструменты зарабатывания потихоньку потихоньку вывод туда не надо сломя голову бежать но нужно все взвесить сначала финансовые потолки и зоны комфорта кто сидит очень неприятно из нее выходить потому что нужно купить какую-то бесплатовую себе бесполезную вечность который будет только для тебя дорогую которая будет за гранью твоего понимания за гранью добра и зла себе которую ты не можешь отдать по наследству который ты не можешь там там как машину то ключи потом кому-то дай да то есть только сугубо твоя вещь которая для тебя и это тогда это выводит из тебя из дисбаланной из баланса у тебя рушится вся парадигма твоего мышления то есть если ты зарабатываешь миллионы тебе кажется это много покупаешь кроссовки за 500 тысяч и умираешь на три дня если для тебя там 500 тысяч много не готова потратить берешь за 200 тысяч трусы и опять на три дня умерла то есть вот такое но это нужно чекап делать каждого человека и искать твою слепую зону на что тебе жалко кому-то на трусы не жалко там они тратят да а кому-то там сумку купить и он умирает амилитами у каждого своя какая-то зацепа ее нужно ее нужно найти и потом пойти купить то есть сейчас когда ты сам это с собой делаешь это как в том мультфильме про кролика помните старый сейчас тест на возраст будет не кидай меня в тирановый куст вот это то есть ты себе всегда найдешь безопасное какое-то упражнение ты себе выберешь ту вещь которую на который ты безопасно тратил уже а нужно найти ту вещь на которую ты не тратил никогда и она должна быть безобразно по цене ну вот такой которая не входит в твою парадигму и мало того ты эту вещь должен потом носить не делать подсветку там шкафу да и ждать это на выход сейчас племянница замуж выйдет одену да и потом этот пять лет висит эмоциональная стоимость вещи падает и ты потом ходишь нет что происходит много платьев так умерла в шкафу если вы хотите терапию прямо вот так а если это терапия например меня с прошлого года все выше-выше вот это есть планки нету потому что ты смотрите а ты можешь купить 20 кроссовок по 10 долларов а можешь купить одни за две тысячи еще раз ты опять ты ушла опять в этот есть еще вещи которые еще дороже что-то ты просто смотрите психи что делает он оставляет все равно ты нашла новую зону комфорта и тратишь в этой парадигме опять теперь все что ты тратишь там допустим за два месяца или за месяц просто останови не трать посчитать сколько и одну вещь какую-то купи за всю эту сумму и опять хрустеть начнет но ты должна быть готова к этому взрыву то есть не нужно себя взрывать просто так если ты не готова напрягаться лучше оставь как есть но если ты готова и уже прям болит сломать себе мозг и туда у меня в бизнесе получается я стабильно вот каждый год у меня вот такой оборот я получаю но какой-то момент вот хочется как будто мне что-то мешает и вот сейчас вот получилось такие сотрудники самые хорошие такие там увольняются там какие-то моменты проходит там это очень как будто у меня вот я сюда и пришла для того чтобы какие-то что-то поменять